Здравствуйте! У нас на рассмотрении принтер Canon MP180. Аппарат старенький, но по своим характеристикам очень даже и очень интересный. Тем, что практически неубиваемая механика, картриджей хватает на очень-очень долго, выдерживает много заправок. Ну и еще он у многих людей есть, пользуется им еще. Первое, чтобы бумага ровно заходила в принтер, не забываем про этот упор, которым придавливаем бумагу, когда ее устанавливаем в лоток. Регулярно печатаем, один раз, два, три дня. Если проблемы при печати, заходим в меню, либо чтобы проконтролировать качество печати, либо чтобы без компьютера удобно поддерживать в рабочем состоянии принтер. То есть раз в несколько дней, заходим, проверка СОПЛ, окей, печатается так называемый тест ДЮС, благодаря которому, с помощью которого мы можем посмотреть на качество печати, вот, и в случае необходимости принимать какие-то меры. Сейчас посмотрим, что это из себя представляет. Вот такие вот полосочки, по которым можно осудить о качестве печати. Вот видите, черный цвет, немножко с пропусками. Цветной печатает идеально. Что мы в таком случае делаем? Опять же в меню. Нажимаем кнопку меню до тех пор, пока не попадем. Вот, обслуживание. Вот, стрелочки. Выбираем очистка. Давайте сделаем очистка, глубокая очистка. Сделаем глубокую очистку. То есть принтер сам себя чистит. Здесь очистка настоящая. Тут есть помпа, насос, который обильно при прочистке прокачивает чернила через картриджи. Не так, как в современных принтерах. Очистка проходит так виртуально. А тут действительно это происходит. И сейчас посмотрим, должна измениться картина по черному цвету. В чем еще особенность этого принтера? Сюда подходят картриджи только PG40 и CL41. Более дешевые аналоги 37-38 сюда не подходят. Это нужно иметь в виду. Все, прошла прочистка. Опять же, пробуем печатать наш тест-дюс. Проверка сфорта. И еще какой нюанс. Когда устанавливаете новые картриджи, не забывайте, когда выскакивает ошибка, неправильный картридж. Вот видите. Давайте посмотрим, как стало. И как было. Видите, были пропуски многочисленные. А стало их значительно меньше. То есть прочистка реально помогает. И что я хотел сказать, что когда установлены новые картриджи, принтер останавливается, не печатает, не копирует, не сканирует, ничего не делает. Выдает ошибку здесь на экранчике и на компьютере. В таком случае нужно нажать эту кнопку стоп, красный кружочек, красный треугольничек, подержать секунд 10 и произойдет отключение и слежение за уровнем чернил. Такую процедуру нужно будет сделать один раз для черного и один раз для цветного картриджа. Если криво печатаются таблицы, вот тут вот есть такая полупрозрачная лента энкодера. Не полупрозрачная, а прозрачная. Ее аккуратненько вытираем вадочкой, допустим, со спиртом. Без использования. Нельзя использовать категорически абразивные и агрессивные какие-то вещества. Если попало что-то в лоток, вернее захват бумаги страдает, вот тут вот ищем и здесь ищем посторонние предметы. Очень частая проблема. А так принтер, в общем-то, неубиваемый. Этому аппарату минимум лет, наверное, 10. Еще он столько же спокойно проработает. Если на что картриджи подорожали сейчас очень сильно, ну, в общем-то, принтер очень-очень толковый. Всем успехов!